Поводом вести войска в Украину еще в 2014 году для Путина был язык и защита русскоязычного населения. Телевидение, интернет, паблики, соцсети просто переполнены московскими спикерами и путинскими нарративами о том, что русский язык существует более тысячи лет и происходит от языка, на котором якобы говорили еще во времена Руси. Но это ложь и манипуляция. А великий и могучий русский язык – это афера, которую провернули всего-то навсего 200 лет назад. Сегодня мы расскажем о реальной истории русского языка. И вы будете удивлены. Меня зовут Аким Галимов, и это Реальная история. Московиты осуществили, возможно, самую большую кражу в истории человечества, присвоив нашу с вами историю и язык. Эту кражу окончательно оформила Екатерина II. Ее настоящее имя – София Августа Фредерика Ангольцербская. Она чистокровная немка, которая узурпировала власть в Российской империи, совершив убийство своего мужа Петра III. По материнской линии он был внуком Петра I, а по отцовской – тоже немец. Естественно, общались Екатерина и ее окружение на немецком языке. А их вторым языком был, нет, не русский. Такого языка тогда еще не было вообще. А французский, который в то время был главным международным языком в Европе. Но если при Екатерине русского языка не было, спросите вы, как тогда наши северные соседи общались между собой? Давайте разбираться. Русский язык родился в Руси, а украинский – это его суржик, и происходит он от русского. Это главный московский нарратив, лежащий в основе их идеологии. В действительности все происходило наоборот. Мы, украинцы, всегда несли предкам русских культуру и язык. Можно даже сказать, что русский язык создали украинцы. Удивлены? Как все происходило? Напомню, ядро современной России – это Ростовско-Суздальское княжество, которое в Руси называли Залесье, потому что оно находилось за труднопроходимым Брянским лесом. Это была пограничная территория, которую заселяли абсолютно разные народы, преимущественно украинские племена. И самые большие города, которые возникали на Залесье во времена Руси – Ростов, Суздаль, Рязань, Муром – это были города с превосходящим украинским населением, которое часто сохраняло в названии упоминания о своих народах. Например, Муром от народа Мурома или Рязань от народа Эрзя. И даже название Москва происходит от названия народа Мокша или Моксель, как они себя сами называли. Вообще, современные российские топонимы, названия населенных пунктов, рек и так далее, имеют преимущественно угрофинское происхождение, а не славянское. Наши предки ехали на Залесье, чтобы колонизировать новые территории и несли с собой понятие власти, церкви и языка. Официальным языком Руси, который принесли с собой на Залесье наши предки, был старославянский язык, а правильнее даже сказать славянский. Старославянский язык можно сравнивать с латынью для Западной Европы. Язык власти и церкви, который существовал в церковных текстах и официальных документах, но на котором не говорил простой народ. В Советском Союзе авторами языка и его алфавита, кириллицы, считались известные всем братья Кирилл и Методий. Именно так правильно говорить. Мефодий – это неправильный перевод с греческого языка. Современные же историки считают, что это изобретение их учеников, которые назвали азбуку в честь своего учителя, старшего из братьев. Но нам в этой истории не столь важно кто, нам важно понять, где и при каких обстоятельствах возник этот язык. А возник он в Болгарском царстве. В конце IX столетия там началась так называемая Золотая эра. Местный царь Борис I в 865 году внедряет в Болгарии христианство по восточному обряду, а новосозданная Болгарская церковь входит во Вселенский патриархат в Константинополь. Борис стремился побороть зависимость от Византийской империи и создать собственную независимую болгарскую церковь – новый духовный центр, который влиял бы на остальной славянский мир. Но что для этого нужно? Правильно, универсальный славянский язык, который бы вытеснил латынь и греческий язык. Поэтому Борис создал для учеников Кирилла и Методия максимально благоприятные условия для того, чтобы они внедрили новый церковный язык для славянского мира. С чем они успешно и справились? Воплотить полностью свои амбициозные планы Борису и его последователям так и не удалось. Болгарская церковь так и не стала независимой. А вот язык и алфавит, внедренные учениками Кирилла и Методия, имели безумный успех. Особенно в соседних славянских государствах – Сербии и нашей Руси, которые тоже приняли христианство по восточному византийскому обряду. И начали использовать в богослужении и в письме не греческую или латынь, а язык, который был немного понятнее. Сегодня мы знаем этот язык как старославянский, но современные ученые часто называют его также староболгарским. В основе этого языка лежат в первую очередь языковые особенности южных славян, живших в болгарском царстве. Староболгарский язык появляется в Руси где-то в начале X века. Согласитесь, что до этого наши предки как-то говорили друг с другом, а говорили они на языке Руси, на русском, древнеукраинском языке, который до прихода кириллицы не имел своей письменности, но имел богатую устную традицию. Староболгарский язык несколько отличался от древнеукраинского, поэтому постепенно слова и языковые особенности, которые были присущи жителям Руси, то есть давним украинцам, начали вытеснять в письме староболгарские слова. Первые письменные памятники древнеукраинского языка начали появляться в середине XI века. Один из таких памятников Астромирова Евангелия. Считается, что сборник церковных текстов для богослужения был переписан в Киеве с болгарского оригинала около 1056-1057 годов. В этом тексте зафиксировано огромное количество слов, присущих не староболгарскому, а современному украинскому языку. Например, Кроме украинских слов, в древних текстах встречается множество языковых форм и особенностей. Например, Еще одна особенность восточных славян – полноголосие. Наши предки, как и мы, говорили «Володимир, хоробрый, ворох». Поэтому во всех письменных упоминаниях имя великого князя пишется «Володимир», а не «Владимир». Также церковнославянские или старославянские тексты содержат по-украински «клычный падеж» – «друже», «друг», «браты», «брат», «землы», «земля» и так далее. На стенах в Софии Киевской, например, есть граффити с обращениями «Святой Фоку». То есть «клычный падеж» есть в старом украинском языке, есть в современном украинском языке, но его нет в русском. Любопытно, правда? Почему так? Потому что жители Залесия позаимствовали у нас язык, но с ошибкой. О том, что русский происходит от украинского, а не наоборот, говорит очень много признаков. Когда люди заимствуют слова из другого языка, они иногда изменяют их значение. Яркий пример – это слово «недиля». Абсолютно во всех славянских языках, в том числе и в украинском, это слово означает «последний день недели». От словосочетания «нет дела» – «день, когда все отдыхают». А следующий день – это «понедельник», день, который идет после недели. «Понедельник». Жители Залесия тоже позаимствовали эти слова, но используют их неправильно. День после недели – «понедельник» остался, но вместо недели у них почему-то воскресенье. На каком этапе россияне спутали значение слова «недиля»? Потеряли «тыждень»? И почему у них воскресенье происходит каждую неделю, а не только на Пасху? Это пусть они сами разбираются. Возможно, эта подмена понятий произошла на ранних этапах христианизации Залесия. Кстати, слово «христианин» они тоже используют неправильно. У них «крестьянин» почему-то синоним слова «солянын». Поскольку жители Залесия – потомки угрофинов, они сохранили большое количество угрофинских фонетических и грамматических особенностей. К примеру, печально известные российские аконья – это тоже признак угрофинского происхождения. Написание слов они позаимствовали у нас правильно, но произносят по-своему. Молоко, поляна, холод. Есть исключение, когда они «о» поменяли на «а» на письме. К примеру, слово «заря» и «работа». Но это выглядит странно. Почему «работа»? Может быть, от слова «раб»? Одним словом приводить эти примеры можно вечно. Поэтому не будем дальше погружаться в лингвистику. Имеющихся примеров достаточно, чтобы понять, что русский язык для жителей Залесия позаимствован. И переняли они его у наших предков-украинцев, а никак не наоборот. Но кроме разговорной лексики, они позаимствовали, а точнее украли и присвоили себе старославянский язык. В течение X-XIV веков в письменных памятниках постепенно количество украинских слов растет. Поэтому староболгарский, он же церковнославянский или старославянский, трансформируется в староукраинский и старобелорусский языки. Такой термин филологи используют для письменных памятников, написанных со второй половины XIV века на этих землях. Тогда эти языки называли русским языком от русинов, жителей земель Руси. До XVIII века Московии термин «русский» не касался. То есть Великое княжество Литовское использовало русский язык, что на украинских землях был староукраинским, а на белорусских – старобелорусским. В конце XVI века у нас начали возникать современные европейские учебные заведения – Острожская академия, Львовская братская школа, Киевская братская школа, которая трансформировалась в Киево-Могилянскую академию. В этих заведениях изучали основные языки религии – латынь, греческий и, конечно, старославянский. Но украинские ученые уже тогда разделяли понятие старославянского языка, его они называли «славянский» и «украинского». Старославянский язык еще при Руси на Залесе принесли наши предки-украинцы, а с ними и лексику Руси, то есть староукраинские слова. Долгое время по инерции старославянский оставался на Москве языком церкви, ну и высшей верхушке власти, которая была с этой церквью связана. Но своих учебных заведений московиты не открывали, языков не изучали вообще никаких, поэтому обычные люди говорили по-фински и к этому добавлялись слова из Руси, то есть они говорили «насуржики». Именно поэтому, когда в середине 17 века делегация Богдана Хмельницкого встретилась с делегацией московского царя, они не могли понять друг друга без переводчика. Уже в конце 17 века, понимая, какая дикая страна досталась ему в наследство, царь Петр I решил трансформировать забитое московское царство в Европейскую империю. По иронии судьбы он это делал украинскими руками и украинским интеллектом. У нас ведь было достойное образование, а в России нет. Вообще главным идеологом Петра был воспитанник Киево-Могилянской академии, украинец Феофан Прокопович. Даже само название «Российская империя» придумал он. Россия – это «Русь» в переводе с «греческий». Петр I организовал просто грандиозную выкачку украинских мозгов в Россию. Украинские выпускники несли на Залезские болота науку и, конечно же, язык. Зная Старославянский в совершенстве, они сделали его языком образованный элит. Создателем современного русского языка россияне считают Ломоносова, изучавшего Старославянский в Киево-Могилянской академии. Но Ломоносов – это обычный плагиатор. Он фактически переписал грамматику с Матрицкого, которую изучал в Киеве и называл «вратами своей учености», выдав ее под названием «грамматика российская». Итак, какую картину увидела немка Екатерина II, захватив власть в Российской империи в конце XVIII века? Российские элиты пытались говорить на Старославянском, которому научились у украинцев. Селяне говорили на славяно-уграфинско-татарском суржике, а окружение самой Екатерины предпочитало немецкий или французский. Чтобы создать единый русский язык, нужно было постараться. Для этого Екатерина создала Российскую академию, которая должна была разработать новый язык на базе старославянского, потому что другой основы просто не было. Ее псевдоученые вывезли из Киева и в целом из Украины огромное количество книг, которые имели отношение к изучению этого языка. 11 лет они вдохновенно воровали старославянскую лексику из украинских книг, и в 1794 году свет увидел первый словарь искусственного русского языка. Именно поэтому в русском языке так много старославянской лексики, а сам русский больше напоминает болгарский, чем украинский или, например, белорусский. Судьба украинского языка напоминает судьбу большинства европейских языков. Самый яркий пример – итальянский язык. Когда-то на территории Италии была в обиходе латынь. Так же, как и старославянский язык для жителей Руси, латынь была полумертвым церковным языком. А потом в нее начала проникать современная народная итальянская лексика. Первым писателем, который начал писать на народном итальянском языке, стал всемирно известный Данте Алигьери. Наш украинский Данте – это Иван Котляревский, который полностью отошел от старославянского и написал свою энеиду живым украинским языком. То есть таким, на котором тогда говорили люди. Это произошло в 1798 году, за год до рождения Пушкина. Котляревский черпал язык из народа, а Пушкин учил его в Царско-сельском лицее. Это было заведение, где детей аристократов в интересах империи учили говорить и писать не на привычном для них немецком или французском, а на новом искусственном русском языке. Однако, иронично, что даже название «лицей» они позаимствовали у французов. Своего слова не придумали. Так что русский язык шел не из народа, а наоборот. Слуги империи создали этот язык искусственно, а затем начали его насаждать. Это, кстати, характерная черта российской политики – принуждать. Со времен Екатерины началась тотальная русификация всех народов, населявших империю. Для этого российские ученые выдумали термин «великорусский язык». Обратите внимание, Ломоносов в середине 18 века использовал название «российский язык», потому что так называлась империя, в которой он жил – российская. А уже в 19 веке имперская цензура использует термин «великорусский», позже получивший название «русский язык». Этот термин придумали специально, чтобы подчеркнуть, что так называемый «великорусский язык» происходит от русского языка, на котором говорили наши предки в Руси. А украинский язык – это всего лишь малороссийское наречие великорусского языка. Тот факт, что это обычная ложь и пропаганда, среди прочего, подчеркивает один любопытный факт. Владимир Даль, автор «Толкового словаря русского языка», датчанин в национальности, который, кстати, родился в украинской Луганщине, он прекрасно знал украинский язык и даже переводил на русский произведение Григория Квитки Основьяненко. Так вот, первое название словаря Даля звучит так – «Толковый словарь великорусского наречия русского языка». То есть русский язык он классифицировал как наречие «руського». Но это название не прошло цензуру, и в печать словарь вышел под другим названием – «Толковый словарь живого великорусского языка». Все попытки российских псевдоученых показать, что современный русский язык – это тот же язык, на котором говорили во времена Руси, а украинский, производный от русского, просто ничтожный. Американцы говорят по-английски, на языке, который привезли на континент англичане. Современное произношение американцев и англичан отличается. Так вот, представьте, что современные американцы решили доказать, что их произношение единственно правильное – и это они придумали английский. А потом еще и напали на англичан за то, что они ущемляют права американоязычного населения. Абсурд, не так ли? Украинский язык, который, несмотря на тотальную русификацию, восстал во всем своем могуществе, является наследником языка, на котором тысячу лет назад говорили на Руси. Так же, как и украинский народ, является наследником этого древнего государства. А великий и могучий русский язык, как и российская история, это только производный. Вот такая реальная история.